Что если я скажу тебе, что даже если у тебя нет времени на готовку особой полезной еды, ты все еще можешь питаться сбалансированно, используя какие-то удобные обработанные продукты. Все говорят, что обработанных продуктов должно быть мало в твоем рационе, но не все они так плохи, ведь, например, даже просто нарезанное яблоко и упакованное, которое продается в магазине, уже можно считать обработанным продуктом. Сегодня я покажу на примере магазина Коска, что можно такого купить, то, что не требует большого времени на готовку и при этом поможет вам достичь цели по здоровому, сбалансированному питанию. Пошли со мной. Кто-то просто потерял бекон. Сейчас главное мне не зависнуть вот в этом отделе с одеждой, потому что я тут люблю покопаться. Начнем мы с моего любимого отдела заготовленных продуктов, это замороженные овощи. Прекрасный вариант, который можно использовать в супах, в омлетах, делать какое-то жаркое, тушить их с чем-то отдельно, как дополнение к блюду или прям сразу с мясом, с крупой какой-то все вместе. Можно делать какие-то запеканки, в общем, много чего. Во многих случаях замороженные овощи могут быть как минимум такими же питательными по нутриентам, как и свежие, потому что, как правило, их собирают в максимальной степени свежести и замораживают в этот момент, когда у них еще много питательных веществ, тогда как свежие овощи при транспортировке какие-то питательные вещества, микронутриенты теряют. В каких-то конкретных случаях в замороженных овощах может быть чуть меньше витамина С, но в целом они точно не уступают свежим овощам по своим свойствам полезным. Измельченная капуста цветная, из нее можно делать пюре, добавлять туда масло, соль, молоко и очень похоже на настоящее пюре на самом деле. Просто разная смесь овощей для жаркова, другая смесь с грибочками из брокколи. Я люблю вот эти овощи жареные на гриле, вот их я, наверное, и возьму, как раз у нас закончились. Просто греешь их к любому мясу, к любому гарниру, как дополнение, очень вкусно. Для разнообразия ваших овощей в рационе советую взять. Тут немного есть жира, потому что они жарены на гриле и, видимо, сбрызгивают маслом. Вот масло авокадо в составе, хорошие жиры и на 85 грамм 40 калорий. Короче, классная вещь, очень советую. Вот такие, они бывают еще немножко другие вариации, другие овощи. Я всегда дома держу какой-то микс из замороженных ягод. Например, вот этот. Сейчас у меня еще есть эта пачка, поэтому я ее брать не буду. Но очень удобно, когда заканчиваются свежие, за которыми мы не ездим каждый день в магазин. Я начинаю использовать в кашу, в смузи. Просто подогреваю такие вот замороженные. У меня дети их просто так едят, прям замороженные. Какую-то вот такую замороженную готовую еду тоже мы берем. Нет, я всегда читаю состав, чтобы было немного жира. Потому что некоторые из них прям очень много масла добавляют. И, ну, это не совсем подходит под наши цели. Например, вот эту я не брала. Вот эту брала очень вкусная, но не низкокалорийная. Но иногда выручает, когда некогда готовить. Эту не брала, мне она, по-моему, показалась тоже слишком калорийной. Вот в микроволновке за 3 минуты. Ну, а, кстати, да, 410 калорий на одну упаковку и 10 грамм жира. Вообще нет, кстати, жира немного. А чего тогда так много? 10 грамм жира, углеводов. Да, углеводов многовато. Лапша так много, хотя 7 грамм крючетки, 410. Вообще, в принципе, неплохо. Можно такое иметь под рукой тоже на случай, когда некогда готовить. В принципе, тут достаточно овощей и 11 грамм белка. Белка маловато на самом деле. Да, вот из-за этого я вспомнила. Из-за этого я ее и не брала. Белка маловато. Это надо что-то добавлять, а это уже надо заморачиваться. Поэтому нет, не буду брать. Детям всегда берем вот такие наггетсы. Они в кукурузной муке. Вполне приличный состав. Себе я беру вот такую курицу. Тоже с хорошим составом. Вот эта фирма Бэр. Час Бэр называется. И всегда еще, вот это, кстати, не пробовала почему-то я. Котлетки с курицей готовые. Но беру просто вот обычную куриную грудку. Замороженную тоже у меня всегда есть. На случай, если нечего есть, я ее просто быстро на сковороде обжариваю со специями. Часто своим клиентам советую еще вот такие английские маффины на завтрак. Смотрите, очень удобно. Просто можно разогревать в микроволновке. Тут их 12 штук. Тем, кто супер занят и нет времени готовить завтрак, реально это частая проблема. Человек просыпается, ему там надо сразу на митинги подключаться. Еще чем-то он занят. 260 калорий на один такой сэндвич. И тут 16 грамм протеина. Это прям супер хорошее начало дня, потому что протеин надолго вас насытит. И если у вас в каждом приеме пищи достаточно большое содержание белка, то в целом вы за день наберете свою норму. Также яичные белки и мясо индюшки содержат такие питательные вещества, как В12, селен, железо и калия здесь 310 миллиграмм. Кстати, калия тоже у многих недостаток в рационе, если за этим специально не следить. Конечно, в этих булочках нет клетчатки, но вам нужно будет позаботиться об этом самостоятельно. То есть, как на картинке показано, добавить яблочко, например, или какой-то фрукт, или овощ. И все, прекрасно сбалансированный завтрак, очень сытный и не очень калорийный. Вот, берем, берем. Нашла еще один очень классный вариант завтрака. В принципе, это можно и на перекус, и на ужин. Тоже я многим клиентам советую. В одной такой фритате 70 калорий и 5 грамм белка. Можно съесть на завтрак, например, 4. Это будет супер сытно. Это будет 20 грамм белка и 280 калорий. В принципе, примерно так же, как в маффинах, которые я показала до этого. Но, что тут хорошо, тут еще добавлен шпинат, перчики болгарские, лук. В общем, тоже удобная штука иметь вот так в морозилке. И когда у вас нет времени на завтрак, либо там на ужин, либо на перекус, просто разогревайте. Тоже берем. Из замороженных беру всегда замороженную красную рыбу. Креветки тоже всегда есть в холодильнике. Их очень быстро можно на сковороде пожарить, либо сварить. Просто в дополнение к какому-то гарниру и овощам. Конечно, вкусные штучки. Вот эти гребешки. 18 долларов. Возьму. Так. Тунец. Вот этот вот вообще просто прекрасен. Но он не дешевый. А где его цена? А, я не вижу. А, 23 анимет, в принципе, учитывая, что он уже слегка обжаренный и нарезанный, то есть его просто разогревают. А, ну тут мало, поэтому просто разморозить нужно и все. 500 грамм. 23 доллара, 500 грамм. Возьму сейчас. Тогда гребешки не буду брать. Белая рыба. С белой люблю только сева с морской окунь. Замороженного его не бывает. Так, ну здесь уже просто в большом количестве масла все те же самые морепродукты. Здесь я подозреваю очень много жиров и калорий, потому что много сыра. Бекон. Тоже так себе для наших целей. Такие не вызывают аппетит. Из снэков очень мне нравится попкорн. Просто попкорн с солью. Если тут не использовано большого количества масла при жарке, то это прекрасный снэк, потому что это цельное зерно. Там много клетчатки, которой нам не хватает всем в рационе. В нем еще содержатся фенольные кислоты. Это такой тип антиоксиданта. Поэтому рассмотрите на снэк себе попкорн. Очень советую. Другое дело, какой вот в карамели. Но на самом деле я иногда беру и такой. Смотрите, в чем прикол. В этом 140 калорий на 28 грамм. А в этом 150 калорий на 28 грамм. Здесь 9 грамм жира. А здесь... А, все, поняла. 10 грамм жира. Вот. Здесь просто больше масла добавлено при жарке. Поэтому калорий здесь даже больше, чем в этом, в котором добавлено меньше масла, но больше сахара. Потому что в углеводах меньше калорий на 1 грамм, чем в жирах. Иногда такой сладкий я тоже беру, но это уже будет не как снэк, а как десерт. Кому нравится вот такая хрустящая текстура на десерт, можно себе позволить. На фоне цельного сбалансированного рациона я не запрещаю сладости. Умеренное их количество даже лучше помогает вам придерживаться полезного питания. Поэтому беру. Вот штучки тоже мне очень нравятся. Из пармезана чипсы. Они не низкокалорийные. 150 калорий на 28 грамм. Это 19 чипсов. Но зато здесь 13 грамм белка. У многих в рационе проблемы с белком. Поэтому даже снэки лучше рассматривать те, где белка содержится больше. Есть еще вот такие с разными добавками, с остренькими. Там обычные вот есть. Тоже 150 калорий. И 12 грамм белка. По цене эти выгоднее, поэтому их и возьмем. Обязательно беру вот эту копченую рыбу. Без нее вообще наш холодильник не живет. Это отличный источник протеина. Здесь его 13 грамм на порцию. 2 кусочка на 56 грамм. Здесь есть витамины и минералы. Такие как витамин D, калий, кальций. И, конечно же, омега-3 жирные кислоты. Которые очень полезны для нашего сердца, для наших сосудов, для мозга. Обязательно нам их нужно употреблять в пищу. Беру детям еще вот такие пюрешки. Мне нравится именно с йогуртом, потому что... Ну, здесь белок, очевидно. В школу даю именно сныки. 4 грамма белка на дно. И, соответственно, здесь есть еще пробиотики. Клетчатки здесь, к сожалению, нет. Поэтому ради клетчатки лучше брать такие. Но я их миксую, даю по очереди. Вот в этих вот, где чисто фрукты, 3 грамма клетчатки. Иногда я даю такие, такая у меня коробка есть. Сейчас я решила еще вот такие взять. Буду миксовать или сразу две даю, кстати, иногда. Потому что одной сложно наесться, 90 калорий, а она маленькая. Можно давать одну такую, одну такую. Это ради белка, это ради клетчатки. Детям, кстати, у меня 10 и 6 лет, чтобы вы понимали. Они не лялечки, но все равно они такие штуки любят. Потому что, когда переменка 10 минут, им охота и перекусить, и поиграть как можно больше. То есть, чем больше ты будешь есть, тем меньше у тебя останется времени на игру. Поэтому они любят что-то такое очень быстрое. И вот пюрешки подходят. Не всегда, конечно, у них едят, но как вариант. Я тут взяла еще тем временем помидоры, ягоды. То, что вам не показала. Это, конечно, не относится к теме сегодняшнего видео удобная еда, но я беру то, что мне нужно. Еще взяла вот сушеный фэшнфрут попробовать. В нем добавлен сахар, я так думаю, потому что... Ну, иначе бы он просто был очень кислым. Но мне стало интересно попробовать. Ничего страшного в небольшом количестве добавленного сахара я не вижу. Еще мы берем вот такие стрит-такус. Можно очень быстро замешать. И будет такой обед по-быстрому. Там еще у меня яблочки и два вида пиццы я взяла. Себе взяла попробовать из теста на основе цветной капусты. А муж у меня ест вот такую вот обычную классическую пиццу. Тут мне нужно взять масло. Хотела вам показать, что вот такой спрей мне не понравился, потому что он не очень брызгает. То есть у него как-то прям струей там льется это масло. И особо оно не распыляет. Распылитель не очень. Вообще, конечно, спрей это хороший способ сократить количество масла в рационе. И что еще важно хочу сказать. Не ведитесь на вот этот вот ноль калорий, потому что производители имеют право округлять. Когда у тебя там типа на одну четвертую спрея 0,25 грамм, они имеют право округлять. Они округлили до нуля. Человек такой, о, ноль калорий в масле. Чудеса. И берет. И думает, что независимо от того, сколько он льет, там будет ноль. Здесь вот, кстати, то же самое. Так что не ведитесь. Как-то масло без калорий быть не может. Я беру обычное вот такое масло авокадо. Я его на нем и жарю, и запекаю, и в салаты добавляю. Если нужно небольшое количество смазать сковородку, то использую просто кисточку, либо салфетку размазываю. Так, у меня тут уже бардак в тележке. У многих в рационе не хватает сельнозерновых. Поэтому, если вам некогда их готовить, пожалуйста, покупайте вот такие готовые заранее. Которые можно просто в микроволновке за полторы минуты подогреть, доготовить. Здесь микс из кино и бурого риса. Очень много микроэлементов. Советую нефть под рукой. Ну все, друзья, на этом мое видео закончилось. Я, конечно, все показать не успела. Наверное, надо будет делать часть 2. Но такое основное, в принципе, что планировала, вам показала. Надеюсь, оно будет вам полезным. Делитесь, кстати, своими какими-то находками в комментариях. И пишите, что из моего списка вам захотелось попробовать. Всем пока. До встречи в следующем видео.